Да, пацани, про матери 24 часа разговариваю, вы главу не забыли, про отцов тоже не забывайте. Ты его не знаешь? Этот чел постоянно какие-то такие реплики жесткие говорит, типа, ну я этот самый, там потом национальность называет, типа, короче, сейчас просто смотри. Мама не симпатяга, а папе не бродяга. Хрен жёлтик только. Говнодавы такие? Это Патя ебался и просто отнял у дочери. А ты вил он в каску из Пабга? Снимай, снимай! Я придумал гениальную вещь и стану популярным тиктокером, брошу вашу маму, жирно, уйду к молодым тиктокерам 14-летним. Я говорю, я больше со шлема выпал из Пабга. Шлем крутой. Ты думаешь, я некрасивый и непривлекательный? Это Иисус, пацаны. ты оказывается зверь в пасти Улик про тебя Ленивец сраный вот эти вот анекдоты анекдоты с одноклассников понял? смешно надо надо алкашами смеяться они за 200 рублей это делают ты просто человеку даришь надежду жить, понимаешь? Он покупает бутылку водки, и ради этого он готов просто станцевать, спеть, что угодно вообще, да хоть отсосать, типа. Правильно ли это? Я думаю, правильно. Ну, а что еще? Он будет ходить, блять, валяться. Я просто, знаешь, боюсь после того, как меня мама оставила, типа, она ушла покупать еду, я стоял, ждал, а рядом со мной была лавка с бомжами, где бомж делит хлеб с бомжихой, да, это все происходит. Я смотрю, а я ребенок, я стою, он сидит. И он такой, хочешь? Не, 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 он такой хлеб берет, ну, ломает, встает, и у него, короче, из шеринки начинает ссать. Он, короче, начинает на бомжиху ссать, не желая, на сал на хлеб, отломал, откусил, и я такой, что за хуйня происходит? Это травма детства. Но это уже, это алкоголики именно. Да, 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 то есть бомжи-алкоголики, он просто ни с того ни с сего начинает ссать, он даже сам не понял. А алкоголики, на самом деле, и не бомжи ссутся, просто люди начинают ссаться, когда очень много пьют, а бомжи все-таки люди из-за разных ситуаций бывает, не обязательно все алкоголик. Но тот, тот точно был алкоголик. Женя, опа, это все мне? Тебе, тебе. Я уринут в развес, прикинь, продают? Ебанешь. Ты стал в эти банки. Зашла мама покурит, 6,8, 9, 10, мама продолжает дэнсить. Нереально. Мамы, пусть они и мамы, они все-таки остаются девушками. И девушки хотят покрутить жопой, пусть крутят. Особенно на фоне вот этого дачного домика, понял? В тапочках. Нет, самое странное, самое странное, когда пузатые мамы начинают жопой крутить. Я сейчас сексуально все-таки, хуйный в рот, хватит, ты же почти мальчик, тебе через месяц рожать. Нет, а вот смотри, Юлик, представь, ты вот, представь просто, что ты заходишь в свою квартиру, и видишь, как твоя мамка кривляется на камеру, это на кухне, вот. Это жоп. Вот что бы ты сделал? Я вот недавно спрашивал аудитории, они не ответили. Что бы я сделал, если бы увидел, что моя мама кривляется? Да, 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 ну просто в TikTok. Я бы сказал, не называй аккаунт как бы так, чтобы нас могли найти. Нужно как бы... А, то есть ты бы сказал, мам, все, скидись. Да, если мама хочет, мама взрослый человек, я думаю, мама может делать что угодно. Ну а если бы тебе за нее было стыдно? Мне бы не было за маму стыдно, я люблю маму. Даже если бы она что-то такое делала. Я просто ради безопасности, я бы сказал, не называй свой аккаунт мама Джулил Спик. Иначе сразу найду ты. Ничего хорошего за то не выйдет. Ну прикольно, слушайте, я такого ответа не ожидал, услышу, честно. Я бы кринж словил, я бы сказал, ой, мама, типа, подальше от меня, пожалуйста. Мама, пермач, пермач. Пермач, мам. В нашей квартире тебе перманент. Тебе кухня перманент, там живи, бля, все. Только молча можешь по квартире ходить. Что это такое? Что? Деньги! Давай, давай. Да перестань, где? Слушай, это чел из этого, который модный приговор ведет. Зайцев же, это он, нет? Нет, все хуже. Не Зайцев, как его? Помнишь эту девочку, рэпершу из села? Петрада. Запасное село. МС Анюта. МС Анюта уже бросила рэп. Это которые сосала? Да, там что-то сосало, возможно. Потом нашла себе мужика, и вот этот мужик похож на него. Куда ты там ушел в дебри какие-то? Как этот мужик выглядит вообще? Когда последний раз МС Анюта услышали? Вот как он. Я недавно услышал. Я периодически захожу на их канал. У них ты знал канал? У меня есть реакт на канале, мы с Юрой смотрели. У них канал, видимо, в их деревне живет какой-то чувак, который, ну, типа, сводит музыку, и он для практики сводит им треки, вообще все подряд, типа, там, рэп про борщ. Ему по*** он сводит и клип им снимает. И там просто, ну, не соврать, клипов 200 точно можно посмотреть. От детей, от подростков, от Анюты. Там, типа, а на районе идет дождь, мне грустно, я ем борщ с капусткой. Вот такой вот. Ты сейчас это сам зафристайлил? Нет, нет, нет. Вот такие треки, но я запомнил, мы же реакт снимали. И там таких треков просто дохера. Есть чувак Электрозуб, потому что у него зубы гнилые, он называет себя Электрозуб. Я вот хочу переобзор на их канал сделать, потому что много времени прошло, нужно опять реакт сделать. И там прям таких типов очень много. Есть маленький рыжий пацан, который рэп читает. Очень-очень странное село и очень странный канал. Да, чел, я тоже сначала подумал, что это не какой-то там парень МСАНЮТ, а просто элементарный Гитлер. Типа, чё думать? Слушай, я сейчас вспомнил. Это странно, чё? Ты вот сказал про Гитлера, и я подумал, а как правила Твича это воспринимает, и потом вспомнил про стримершу, у которой тур. Типа, реально такое правило? А, ну это типа, скажем так, это Твич обходит, потому что это... Ну, представь, если Твич забанит человека, который болеет. Это же опять резонанс поднимется, поэтому им можно говорить всё, что угодно вообще. А как ты... Ну, это серьёзная болезнь. Я видел её видео, не понимаю, как люди эти стримы смотрят, мне жалко. Да нет, люди смотрят этот стрим, я тебе скажу, как они ржут с этого. Это... Ну, я не приставлю... Ты не скрывай, не скрывай то, что это смешно, просто человек... Не, не смешно. Ну, это смешно. Человек донатит, да, то есть говорит, Вай, какая ты красивая там, я бы с тобой погулял. Она говорит, спасибо, донат пошёл в хуй ебан, гандон. И начинает просто крыть хуйами. Это очень смешно, честно, это забавно. Я, видимо, смотрел не смешной момент, потому что там она что-то пыталась сказать, зашёл её парень, и парню вообще было не смешно. Он типа говорит, ты хочешь воды, и она пытается ему что-то сказать, и он просто стоит грустно. Не, ну такие моменты не смешно, но в чате смотришь, то есть там лулы постоянно летят, то есть ржаки. Если, ребята, мы что-то скажем, то вот у нас чисто та же причина. Если мы вдруг выйдем за рамки правил Твича, и Твич нас забанит, так развоняюсь, я так развоняюсь. Не тронь говно! А как вообще на Твиче удобно, комфортно, в плане правил и прочего? Слушай, ну типа, когда долго стримишь, ну как бы да, это немножко подбивает тебя, скажем так, исправляться, да, то есть это всё смешно, мем, и зрители, которые пишут, типа, осуждаю-осуждаю, в жизни просто по-любому, когда слышат это слово запрещённое, они по-любому их тоже передёргивают. Много случаев, когда их стример, да, отлетал просто элементарно, и как-то это слово у меня само по себе, оно пропало из речи, то есть я никогда его не использую. Ни фига себе. Считай, Твич формирует определённую речь. Да, 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 без шуток, есть плюс то, что формирует речь Твич, да, это факт. Как ни крути вообще, я стал каким-то более толерантным, что ли. Да, типа, всё равно у тебя боязнь что-то выкрикнуть там, опять же, можно даже не за это слово отлететь, а просто за мысль, hateful speech какую-то произносить, всё, типа. Но опять же, видишь, Твиче не дураки работают, они по ситуации смотрят. Ознакомься с каким-нибудь моим роликом и запрети десятилетней сестре смотреть мои ролики, потому что там... Слушай, но сначала, как бы, она смотрела мистер Макса, как бы, я думал, я как бы рофлил над ней, угорал, вроде перестала. Потом я нашёл, ладно, бумагу, ну, я думал, хотя бы это получше. Просто ты очень удивишься, если она в один день начнёт рассказывать тебе про клетки на яйца, которые их сжимают, и про кожу с пяточек, и всякие такие вещи. Если чё-то такое пойдёт, это мой канал. А у тебя ж по-любому были такие моменты, когда к тебе подходит мамка подписчика, и это не важно с вами сфоткаться. Мамка подписчика не подходит. Один раз беременная женщина подошла, и я ей отказал, мне очень стыдно, и я теперь периодически говорю, простите меня, пожалуйста, что я вам отказал. Вот бы она подошла и сказала, я наушники к животу прикладываю, вместе ролик твой смотришь. Не, самое стрёмное, когда вот именно подходят дети, типа, а, да, подходили, но в основном папа подходит, говорят, может мой сын или моя дочка сфоткаться, и там типа десятилетний ребёнок, я вот не знаю, что они смотрят, Самое кринжовое, что у меня было, это ко мне подходит батя с сыном малым, и говорит, можно с вами сфоткаться, типа, мы все стримы смотрим, и я такой, что твою мать, типа, мужик с сыном смотрит, это вообще дичь было. Ну, слушай, это нормально, всё-таки батя, если он знает правила, он понимает, что на Твиче ты как бы не скажешь ничего такого, что ребёнка сделает, позволит ребёнку вырасти неадекватно. Ну, я имею в виду, например, использование мата в речи, то есть, который у меня через край. Ладно, он маты и так услышит, во дворе ещё где-нибудь. Ну, возможно. У тебя звёздочка, я не денежный мешок. А кто ж ещё? О! Я нашла! Вот ты рубашку за 300 долларов, да, носишь? А у меня-то 300 рублей. Ну, мы с тобой оба одеты, по факту-то понимаешь? Да! У тебя тачка там, что, BMW, наверное, да? А у меня наша родимая. У тебя, он, он у тебя стоит, а у меня, ну, он как сосиска вялая. Но по факту-то можно кулаками. Но по факту мы мужики! По факту я его у корня беру, сжимаю сильно-сильно, и он как бы вроде как будто стоит. Я его запихиваю кулаками, по факту ты у меня с тобой одинаковая. Да, не стоит, потому что рубашка холостая. У тебя там хата, наверное, да? 50 квадратов, да? 80. А вот у меня бут. И чё, по факту мы живём? У меня тачка нормальная, я тачка. Такая логика, конечно, может далеко завести. Погнали. Да, вообще кайф, когда в бане живёшь. Слушай, это выглядит немного дико, но окажи себя в такой ситуации, я спокойно смогу получить удовольствие. Я легко валюсь. Погоди, ты про вялый член, или ты про баню? Про что? Я в любой ситуации. Я про баню, конечно, я бы и там смог получить удовольствие, я бы и нет. Если уж тебе пришлось отдыхать с поколением старше тебя, научись отдыхать с поколением так, чтобы тебе было... Слушай, но я бы не сказал-то, когда тебе, допустим, 12, у тебя родители к бабке на дачу сбагривают, чтобы ты просто с**бал. А это лучшее время детства. Нет, это н***я не лучшее детство. Костры жечь, круто. Понимаешь, в чём проблема? Я-то рос, я рос один, у меня не было друзей, и мой друг был, это огород и иксбокс. Неплохие друзья. Огурцы свежие. А потом я повзрослел и сказал, мне твоя картошка, бабушка, хуй не нужна, я пойду её за 100 рублей, мешок куплю. И приходишь на рынок, и ты такой, в смысле? У меня только 100, бабка тебя опередила, на мой шаг всегда впереди. Юхо. Чё за хулиганы пошли по своим временам? Это же хулиганы могу. Ууу, б***ь, он тебя за гриферит, юлик. Загри. Мы недавно с Никитой смотрели этот, беременных 13, от 10-летнего, и там пацан 10-летний, он вот выглядит, как вот этот пацан. Один в один. А ты вообще веришь в эту х**? Я вот не поверил. Я не верю, что от 10-летнего. Слушай, ты помнишь, вот когда у тебя первый раз вообще конча появилась, какого вообще она была состояния? Лет в 11. А там проводили исследования и сказали, у него вообще не может ничего такого быть, он еще даже не начал в переходный возраст вступать, у него там типа ничего не сформировано в этом плане. Пишите в чат, когда вы первый раз кончили. Давайте читать все вместе. Я просто думаю, что скинули на малого. Конечно, конечно. Какой-то там левый чел. Ну вот на нее, если смотреть на нее, вроде бы и не п***ит. Она такая веселая девочка вроде как. Восемь лет, в 15 кто-то пишет. Нет, когда я говорил, пишите, это не напишите цифру, а напишите развернутое сообщение. Целый абзац текста с красивым изложением. Это сложно. Это было, это был последний день лета. Это было вчера. Горе, например, это сознание того, что завтра мне придется пойти в школу и приятные чувства от того, что я увижу своих одноклассниц, они во мне вместе сплелись и появилась эрекция. Ну и вот все в таком стиле. Ну хорошо описал. У меня, например, вставал, когда меня к доске вызывали. Меня вызывали только тогда, когда он меня стоял. Вот как-то так. Да, и ты такой, я не готовился. Хотя ты готовился. Хотя ты наоборот не готовился и тебя вызвали, блядь. Ну само произошло вот это подготовление, скажем так. Это, конечно, это, конечно, нечестно. У меня тоже такое бывало. Это каждый раз. Обидно. Даже если... У тебя был в классе долгайоп, который дочил? Да, реально. Был чел, он один раз дочил прям в классе. У меня тоже был чел, который дочил прям в классе. Мы совершенно не в одном говорили, просто мне кажется, это непосредственно. Слушай, но если ты несколько раз в одном и том же классе остался, да, и не переходил в старший, это да-да, наверное, возможно. Но у нас был такой чувак. Да нет, у всех был вообще. Абсолютно без исключения. Да ладно? Думаешь, мне кажется, это такая уникальная вещь, что какой-то чувак б**ил прям в классе? Не, ну знаешь, если типа никого не было... Смотри, видишь, люди пишут нет. Это нам повезло так. А вот у меня, например, в военкомате чел, куда надо пипиську окунать, выпил воду, стаканчик. Это в твоем военкомате произошло? Да вообще, это типа классика, по-моему. я это читал, я думал, ты сейчас говоришь, что это... Не, ну это везде, это то есть, ну не только вот там где-то читал, это везде. Это вообще жесть. Ты просто дают стакан, говорит, вон то, типа чувак пьет, а туда до этого пять человек к залупу пихали. Или 500. А вы потом спрашиваете, типа почему отец с сыном смотрит стрим, пожалуйста, что мы тут обсуждаем? Давай дальше смотри. По-любому, вот эта реакция перезальется, как 10-минутный ролик, но мы его растянули на полчаса там или что-то типа того. Я снимаю кино про свое же мурло. О, телка. Телка. Это неправда. Это ложь. Это чья-то мама. Похоже. Я-то мама. Бобер. Вот, я такие тиктоки люблю. А что происходит? Истерика. Она страдает. И ее сердечко раздито. И она такая, давай-ка стоп. Лошадь, да? Да, типа она его бьет. Вот это тоже круто. Это чей-то парень, короче, в трусах. Вот ты понял, да? Что типа вот эти треки они из тиктока взлетают. Конечно, конечно. Я сначала слушаю и такой, что за хуйня? А потом оно в трендах в ВК появляется. Не-не, потом я такой, так, добавлю, я себе, я добавляю и слушаю. Слушай, я, наверное, уже пойду. Давай досмотрим, Алё, иди. Да давай, давай, давай. Тут чуть-чуть все, по минимуму. Но что за дерьмо? Меня ждут, и я сам уже начинаю хотеть спать. Я лучше потом еще как-нибудь заскочу. Если вы, ребята, сейчас добьете до 50 тысяч онлайн, я обязательно заскочу. Мы обязательно еще поиграем и посмотрим тиктоп. О, посмотри в чат. Че пишут? А, ребята, хорошего понемногу. Лучше уйти на пике, чтоб потом вернуться и все так же. Ну, окей, хорошо. А, значит, Юрик сказал, что он вернется еще. Это первая история того, что ролик я один буду досматривать, видимо, блядь. Бля, танец с орангутанго. Скажет, что я толстая. Я вас съем. Не помним, как мы... Справедливо, я думаю. Да уже не топ. Я вот один смотрю и уже мне самому не нравится, как я один смотрю. 4.34. Мы что, 4 минуты? А что остальное время мы делали, блядь, мне интересно. Что мы остальное время делали? Можно вопрос? За брата порву, за девушку умру, за мать убью, за пятихатку отсосу. Окей, мы рассматривали тот случай, когда ты заходишь, типа, и видишь, мамка, как снимает тикток. А вот другой вопрос, когда такой тикток своей дочери мамка видит, что происходит? Мам, ну почему ты думаешь, если я был на дне рождения, то я сразу пью? Я папа вообще-то, да. Никогда. Сынок, у нас в тиктоке только папа, вообще-то. Какая мама? Нет у тебя мамы? Не бойся потерять людей, только из-за того, что боишься остаться один. Слушайте, я вот, я примерно так бы выглядел, если бы не брился, сто процентов. Вот ему в кайф, наверное, вот этот усик длинный самый, который ему в рот попадает, когда он кушает. Скажу тебе горькую правду, ты всегда один по жизни. А ведь, кстати, у таких странных чуваков всегда такой голос, я вот заметил. У меня был знакомый, тоже вот с таким же голосом, один в один. Смотришь, рик и мордить телефона, вдруг села кул. А баба на меня похожа, чуваки. Вот если щеки толстые убрать, это я. А, окей, бабушек я еще в тиктоке не видел. Не, видел, конечно, но... Я рада, что ты ушел из моей жизни, ведь такие тряпки, как ты, должны быть со швабрами. Так, хорошо, а если он должен, быть со шваброй, с кем она должна быть? Она, она. Я не бью женщин, ничего, но мне вот это конкретно баба так раздражает, вот конкретно вот эта вот самка. Я не знаю, чем, многие там выебываются, еще что-то, вот конкретно это меня бесит. Почему? Я вам скажу, потому что у нее мимика, как у Фабаи, один в один. Чем глубже ты, я думал, она типа, ну, чем глубже ты, это она типа про себя, типа, и обращается к женщинам. Мурада, забудь о ней, она занимается любовью за деньги. После последнего указа президента все занимаются любовью за деньги. Респект не зассал. Ой, пацаны, мне показалось просто, честно, я ничего комментировать не буду, просто показалось. Слушай, а ей голос подходит очень сильно. А мы это видели уже. А в чем прикол этого тиктока? Они просто стоят и все. О, партнайтер. Это тот, куда автор Батя Вилон вводит. Вот так он и выглядит. Поняли? Справедливо. Для какая цаца вообще, я тапочки на руки надела. Слушайте, я вот просто не представляю, если вот, ну, моя женщина, или я вот рядом буду вот такое каждый день видеть, я, наверное, жить не смогу. Вот, а на каком моменте, вот, да, люди просто берут и хуй забивают на свое телосложение? На каком? Не, я понимаю, я дрыщ, да, типа, но на каком моменте ты становишься, ну, перестаешь с собой следить? Я надеюсь, ну, я даже не надеюсь, я думаю, что в нашем поколении такого не будет. Тебе много похоти, похоти красави. У тебя же складка вот тут. О, бля, прыщ скачился. Измораль. Какой злой животик, а? Второй. Она вам всем сосет, но целую ее я. Справедливо. Пацаны, вот так выглядит грибок, а вы еще на меня говорили, что я на споко похож. 18. Это, наверное, те же люди, да, которые были предыдущие. Такое ощущение, что это малолетка. Я очень рад, что я родился не в провинции, честно. Я вот смотрю на это, думаю, умывальник, прикиньте, умывальник дома. Туда вот надо воду из колодца качать. А душ там, наверное, ведро. Цистерна гигантская, которая, знаешь, летом подогревается и тепло. Не, у меня на даче так же, да, но это дача. Пацаны, валите из провинции. Только не в Москву, мне здесь тесно. В Питер, в Питер. Езжайте в Питер, пацаны. Туда надо ехать. Вырастите все в Питер. Петербуржцы, извините, сейчас у вас там понаедут.